как сдать экзамен мир и стать врачом в испании сегодня мы узнаем ответы на эти вопросы недавно я листала instagram и остановилась в приятном изумлении я увидела аккаунт будущего врача аккаунт так и называется medical in испании в принципе название и привлекло мое внимание и перед нами гость автор этого канала петр который сегодня ответит наши и ваши вопросы о том как стать врачом в испании петр спасибо что согласился вам спасибо за приглашение расскажи давай на своем опыте два ли чем то сколько ты в испании в испании я полгода скажи пожалуйста почему ты в испании что все что тебя сюда привело всем понравилась страна ну на самом деле до того как я приехал я был в испании только один раз поэтому я особо не понял что это за страна просто из россии чтобы уехать в европу учиться есть основные два направления до германии испании с немецким языком я сначала хотел германии с немецким у меня вообще не получилось никак не мой язык начал думать об испании с испанским языком все пошло хорошо и вот приехал испанский язык еще будучи в россии да да я начал учить испанский где-то на пятом курсе университета и приехал испании какой у тебя уровень языка был приехал у меня был b2 но у меня не было диплома самого потому что из-за коронавируса отменяли конвокатуре приехал сюда практически сразу сдал экзамен b2 и его час c1 иду а скажи пожалуйста что тебе помогло выучить испанский до такого уровня в россии да на самом деле я не знаю просто учил некоторым трудно дается языке вот мне именно испанский как-то легко пошел но я просто но на самом деле да не очень трудный просто каждый день занимался что-то смотрел хорошо ну тему как выучить испанский язык не буду петра пытать у меня есть видео я оставлю ссылочку перейдем к нашей теме так вот как стать врачом мне кажется это очень сложно но сейчас мы узнаем на практике как это происходит с чего начинать ну в принципе врачом стать достаточно трудно это такая профессия чтобы стать врачом в испании во-первых нужно закончить медицинский университет в своей стране амологировать диплом это самое важное потому что без диплома работать в испании без амологированного диплома вообще нельзя когда-то там лет 15 назад были случаи то что из-за огромной нехватки врачей могли принять на работу того кого нет амологированного диплома но сейчас такое не проходит с амологированным дипломом можно работать без прохождения резидентуры здесь но можно работать только как медиков генераль только как общий врач раньше тоже было легче найти работу как медиков генераль сейчас ситуация уже немножко меняется чаще всего требует резидентуру но тут тоже есть другие выходы например с амологированным диплом можно закончить мастер например мастер по косметологии по трихологии психологии что-то такое у тебя какая специализация у меня специализации пока никакой нет я закончил университет вы час я учусь в академии готовлюсь к поступлению в резидентуру сюда и кем ты будешь это я сейчас расскажу попозже потому что тут система выбора мест немножко отличается от нашей вот и следующее если уже подтвердили диплом следующим шагом это является прохождение резидентуры то есть специальность подтвердить нельзя можно подтвердить только диплом а специальности например нам кардиология если ты кардиолог или там пульмонолог это не подтверждается по причине того что резидентура ординатуры точнее в россии два года а здесь 45 лет поэтому специальность не признается теперь немножко подробнее про амологацию диплом да вот про амологацию для того чтобы амологировать диплом первое нужно собственно получить сам диплом потом очень важно если вообще вы собираетесь в испанию сразу после получения диплома сразу идем ставить апостиль апостиль очень быстро легко ставится это просто можно в гугле забить это очень легко ставится он там около месяца по моему далее для амологации диплом нужен уровень деле b2 чтобы подать на амологацию но про про это я еще сейчас попозже расскажу там есть особенности про именно языковой экзамен я вас перебил просто для тех кто не знает хотел уточнить что деле это официальный диплом который подтверждает определенный уровень знания испанского языка и следующее нужно запросить у университета программа обучения программа обучения тут такой огромный документ из 50 листов там может 50 60 где расписано просто подробная программа обучения за все шесть лет нужно его запросить я слышал то что в россии некоторые вузы отказываются выдавать этот документ эту программу обучения но это уже все давно изучено то что все университеты обязаны его выдавать поэтому нужно настаивать как-то связываться с деканатом и они обязаны выдать следующим шагом это перевод когда уже поставили а когда апостилировали диплом нужно его перевести именно присяжный перевод вот этот большой документ программа обучения можно переводить просто обычным переводом там присяжный не требуется следующим шагом является оплата госпошлины госпошлина ее можно оплатить либо в испании просто в любом банке либо можно банковским переводом сделать если вы подаете в консульстве потому что подать можно либо в испании либо там из своего города через консульство стоимость невысокая стоимость 163 евро 163 госпошлина я думала там 56 евро нет 163 про подачу вот можно подать либо в консульстве либо в испании но здесь я столкнулся с одной проблемой я сначала хотел подать в москве через консульство но у меня на тот момент не было экзамена b2 сертификата и они у меня не приняли документы потому что они требовали полный список полный комплект в испании можно подать документы но на самом деле я слышал то что и в россии можно неполный пакет документов подавать но у меня разовая такая акция наверно случилось в испании можно подать документы без сертификата b2 потом они когда начнут проверять присылают письмо то что не хватает этого документы и в течение трех месяцев нужно этот документ какой-то доздать но тут тоже это важно понимать что если в течение трех месяцев этот документ не принести то дело уходит в архив и это уже из архива вытащить очень трудно когда все документы собрали самым последним этапом перед подачей документов является оформление заявки заявка оформляется на сайте министерства здравоохранения это там на самом деле все достаточно просто заполнить основные данные внести копии первых страниц всех документов которые подаешь и заполнить сам солиститут его распечатать и уже нести на подачу ну и все и дальше мы идем подаем документы нам куда идем в испании если валенсия это прямо вот здесь суббега 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 сион или в какой-нибудь делега сион это все на сайте можно найти там просто есть адреса по каждому городу по каждому кому не да можно найти все адреса когда можно подать ну либо в консульство с консульством насчет амлагации через почту с ними надо связываться писать и они уже сами назначают время по крайней мере сейчас наверное это будет более длительный процесс но на самом деле насчет длительности это отдельная история потому что амлагация очень долго сейчас идет еще у них очень большая задержка в связи с коронавирусом то есть сейчас это примерно 18-20 месяцев то есть еще не получила нет нет я сразу как приехал сюда подал на амлагацию пока все все тихо а скажи пожалуйста если ты подал список документов и тебе в течение определенного срока не пришло никакое уведомление что тебе не хватает документов потом не может быть что тебе через год написали у вас чего-то не хватает это все отслеживается вообще через сеть как это называется среды электронных ну через портал через личный кабинет на сайте министерства вот там а ты можешь смотреть ход своего дела и они насколько я знаю на почту ничего не присылает ты просто отслеживаешь через свой личный кабинет но чтобы там зарегистрироваться тебе нужно получить электронный сертификат нет чтобы ты там регистрируешься во время оформления вот этой заявки он автоматически создается когда оформляешь заявку и ты просто ходишь по логину и пароль на входишь по паспорту и пароль еще в испании просто я думаю ты наверное знаешь многие процедуры можно решить онлайн или удаленно с помощью электронного сертификата прописку получить дубликаты многие многие услуги можно но для этого нужно иметь электронный сертификат кстати тоже есть видео ссылочку оставлю это действительно очень важный инструмент который помогает кучу времени экономить хорошо все подали и спокойно живем себе знаем что нам 18 месяцев плюс минус ожидать да но тут тоже приятная новость министерство высшего образования сейчас выпустил законопроект точнее наверное уже закон он должен вот в этом году вступить в силу и согласно этому закону максимальный срок амологации не может превышать 6 месяцев и вот мы все ждем когда примут этот закон потому что это конечно упростить жизнь намного при подаче документов на амологацию можешь вспомнить какие-то проблемы с которыми ты столкнулся о которых стоит знать нашим зрителям вот я думаю будет полезно это такая чисто техническая проблема потому что раньше при подачи документов на амологацию они забирали просто все оригиналы сейчас они делают копии они берут всю стопку документов и проводят через сканер и все документы не должны быть должны быть без крепок не прошиты и так далее а программа обучения вот эти 50 листов они прошиты с печатью то есть их никак не не разрезать и поэтому я советую сделать копию вообще всего принести с копиями чтобы это же самое с дипломом потому что диплом а постель это вот такая маленькая бумажечка которая тоже прошивается через дипломы приложения и тоже нужно сделать копию всего чтобы без проблем это все сделать давай вкратце еще скажем про те про то какие документы ты предоставлял в консульство для студенческой визы ты связался с университетом до этого да получил от них наверное подтверждение о зачислении матрика а зачисление как происходит твоя вот этом шаге немножечко остановимся мы дальше расскажем про экзамен мир вот такая предыстория до чтобы человека сложилась полная картина как этот процесс вообще происходит вот ты сидел в россии и решил я буду медиком в испании я буду врачом классным доктором и что ты начал делать ты пошел наверное google да и начал искать университеты или как-то нашел университет но это на самом деле не уверситет не университет это частная академия в испании их несколько они занимаются тем же именно они занимаются именно подготовкой врачей и студентов к самому экзамену мир это вот единственная задача и просто я знал я уже не помню откуда но я знал про эти академии меня стоял выбор только либо однако теме либо другая а почему валентия валентия у меня там друзья были ну и это благодаря еще вашему каналу потому что я знал то что здесь есть кому обратиться и тоже от вас узнал про елену капралову она тоже нам помогла у нас связи были проблемы если интересно могу рассказать на это скажите мы пошли подавать первый раз в полицию все документы для получения те те это номер эта карточка ну вот это . иностранцы да мы пришли они в базе смотрят говорят а вы через месяц уже должны покинуть страну то есть у вас заканчивается в базе заканчивается этот срок мы вообще не понимаем что происходит мы только вообще приехали у нас нам еще больше года учиться в результате мы вообще в шоке обратились к елене она говорит то что скорее всего это ошибка консульства но маленький шанс то что они что-то исправят мы начали уже готовить документы на продление но я консульство достал просто я написал наверное сообщение 30 в течение недели в результате потом мне пришло сообщение что это была ошибка вы можете ехать получать карточку и вот так все решилось поэтому вот на личном опыте если какие-то вот такие проблемы с консульством их просто нужно доставать и писать очень много просто писать или звоните или приходить я просто писал на почту в консульство вот московская они признали что это была ошибка они перепутали перепутали год вместо двадцать второго двадцать первой поставили давай вернемся к вопросу какие документы нам нужно подготовить консульство чтобы получить студенческую визу ну во первых это письмо о том что ты зачислен на курс в академию это делается очень легко просто можно надо написать в академию скинуть переведенный диплом чтобы они знали что-то врач не просто какой человек можно просто обычный перевод диплом у не присяжный просто чтобы они прочитали что выбрать и оплатить первый последний месяц обучения обучение стоит примерно 200 евро в месяц и они присылают документ сертификат о том что ты зачислен на этот курс и все это матрикула то есть документ который подтверждает регио зачисление в академию или в университет или языковую школу то есть документ о том что вы будете где-то учиться и уже оплатили свое обучение далее документом паспорт понятно справка несудимости на справка несудимости да с присяжным переводом медицинская справка ну заявление подтверждение средств просто за средств на счету показывал я показывал в рублях не помню сколько но там больше 7000 я показывал много спорный вопрос от многие говорят то есть четкого четкая граница не указана в документах и есть некоторые разные мнения ну вот я подавал там что-то около семи с половиной восьми тысяч ну на штатом курс да вот лучше там 10000 чтобы лежало чтобы уже не было никаких претензий примерно такой ориентир просто для ориентира вам сумму все подал документы сам подавал на сам подавал в консульство ответ быстро пришел как-то здесь проблем никаких не было и все и потом буквально после получения после вклеивания визы в паспорт через несколько дней мы прям улетели все сложилось хорошо приехали испания вас встретила не очень радушно как я поняла номер перепутали а вот что здесь дальше ты понимаешь что нужно сдать экзамен мир что это за такое слово мы везде слышим нужно мир мир ну мир во первых это аббревиатура которая расшифровывается как медику интерна резидент миром называют сам экзамен который нужно сдать саму резидентуру и самих резидентов тоже называют мир ну чаще просто эры эра у но и радос это зависимости от того на каком году ты учишься экзамен мир это полностью тестовый экзамен практической части нет хотя сейчас начали говорить что хотят вести но это пока только слова на деле пока ничего не происходит это полностью тестовый экзамен состоит из 185 вопросов 175 вопросов общих и 10 вопросов резерву если какой-то вопрос аннулируют из этих 175 то берут вопросы дополнительно вопросы все с четырьмя вариантами ответа и один правильный то есть тут все просто и по результатам этого экзамена ты набираешь какой-то балл определенный и выстраивается рейтинг всех сдающих выстраивается рейтинг и присваивается порядковый номер там от одного до 8000 потому что ну примерно 8000 мест каждый год и примерно там через месяц начинается процесс выбора мест в резидентуру начинает выбирать первый номер и вот так по порядку все выбирают места есть определенный определенное количество мест в каждом госпитале в каждом городе в каждом коммунидате то есть например вот госпиталь лафе там выделяется 3 место на онкологию вот именно в этом в другом госпитале там 20 мест на онкологию и так далее и по порядку начинают сдающие выбирать места на желающих больше чем 8000 до сдают и записываются на экзамен примерно тысяч 15 потом на сам экзамен приходит примерно 14 а мест 8000 но тут тоже есть одна особенность это особенность для иностранцев это купу купа экстракуманитария вот у нас есть 8000 мест и для иностранцев выделяется только четыре процента от этих мест в этом году это сейчас как раз вот идет выбор мест прошла первая неделя будет еще неделя и выделяется 4 процента от 8000 в этом году это 320 как вообще понять что это такое вот у нас есть 320 иностранцев они сдают тот же сад они сдают тот же самый экзамен участвует в том же самом конкурсе начинает выбирать места и как только 320 иностранец выбрал место то 321 уже выбрать не может хотя если бы он был испанцем то он бы мог еще выбрать место статистически вот это купа она заканчивается на 4000 то есть чтобы выбрать место иностранца нужно попасть первые 4000 хотя в этом году исключение это вот только сегодня с утра информация появилась то что уже 4000 мест выбрали из этих 4000 иностранцев было 180 там с чем то есть по расчетам вот эта купа в этом году закончится там на пяти с половиной тысяч если ты не попал ты можешь как-то предварительно записаться на следующий год какие-то преимущества ты мечли под преимущества никаких каждый раз то есть просто да ты идешь на следующий там последние 2000 человек у них выбора практически нет они выбирают семейную медицину это считается такой прям не модной специальностью семейная медицина это немножко похоже на общего доктора ну как терапевт да там есть отличие в россии но углубляться в эти отличия там сейчас не будем и вот эти последние 2000 человек они обычно выбирают семейную медицину потому что она только остается и хирургические специальности заканчиваются где-то на четырех тоже тысячах я училась в языковой школе очень много медиков учатся в языковых школах я понимаю почему потому что важно набрать вот как можно больше баллов и девочка жаловалась на то что как раз четыре процента инга и говорит это несправедливо потому что приезжает много людей из латинской америки они по факту считаются иностранцами здесь но их родной язык испанский им намного проще это все чем нам русскоязычным или другим из германии других стран и вот эта конкуренция помимо того что и так мало мест для иностранцев среди них еще большую долю занимает латинская америка ну практически все иностранцы это латинская америка да и есть очень маленький процент из франции из италии и из россии ну и там и страны снг но там практически сто процентов иностранцев это вот латинская америка но я не знаю сколько точно но мало а вот ты сказал что ты приехал сюда у тебя здесь есть уже друзья они тоже из сферы медицины да они также готовятся к поступлению к поступлению в мир и еще вот хотел уточнить вот под это купа можно не попасть то есть можно участвовать в общем конкурсе с испанцами для этого нужно иметь в н же отличное от туристического или от студенческого если есть какой-то в н же другое то тоже не попадаешь подкупа отличная от студенческого и каком и турист ну или туристической визы то есть нужно иметь что-то кроме туристической или студенческой визы если там в н же справа на работу например то ты уже не попадаешь подкупа ты идешь как испанец как испанец но это может быть такой лазей когда это прям лайфхак то есть смотри я правильно поняла что если ты хочешь иметь больше шансов простить себе жизнь так сказать то лучше приезжать не по студенческой визе а например ноль укротива без права на работу потому что с правом на работу но мы все знаем это просто нереально получить петр смотри получается без мир ты работать можешь или не можешь в итоге да без мир можно работать как медику хенераль как общий врач в каком-нибудь центру де салют или в какой-нибудь частной клинике ну чаще всего это частные клиники либо можно закончить мастер по по какой-нибудь там специальности обычная самые популярные трихологии дерматологии и психологии а скажи пожалуйста разница в оплате она существенная общий доктор терапевт его такого уровня как ты сказал и уже хирург например честно я не знаю ты учишься и не знаешь сколько зарабатывает ну я примерно знаю сколько зарабатывают в резидентуре нам об этом сейчас еще поговорим знаю тут просто на самом деле трудно все зависит от кому не да да от того частной клиник или государственная в частных побольше зарабатывать чем государственных и сейчас на самом деле идет такая достаточно широкая компания по увеличению зарплат медикам потому что эти зарплаты они не обновлялись с 2006 года мы понимаем что инфляции все недовольны сейчас прям огромные митинги собираются сейчас в россии грустно будут смотреть испанцы недовольны конечно здесь небольшая зарплата по сравнению с возможно соединенными штатами америки с германии каким-то другими странами но если сравнивать наши страны испанию все-таки в среднем это такой минимум средний минимум это две с половиной тысячи врача это если у вас нет большого опыта нет супер какой-то узкой специализации и так далее но после мира обычно зарабатывают 45 но начинается вот это три с половиной до это после вот резидентуры но в резидентуре давайте сейчас про саму резидентуру поговорим во первых она длится четыре или пять лет в зависимости от специальности не хирургические специальности четыре года хирургические пять лет и во время резидентуры платят зарплату и это самое главное отличие от россии россии не в россии нет ты платишь за ординатуру а здесь платят сколько тут все тоже очень зависит можно платят там есть основная ставка это около 1000 примерно и плюс платят за дежурство то есть в среднем получается около двух тысяч это как ну нельзя называть это стипендии потому что здесь врачи они являют вот эти резиденты они являются полноценными сотрудниками больниц и после резидентуры ты сто процентов находишь работу может быть не не найдешь в том тебе не предложат в том госпитале в котором ты обучался но в испании сейчас нехватка медиков и она с каждым годом увеличивается из-за того что больше врачи уходят на пенсию чем приходят молодых поэтому не все тик ток кстати что скажешь о продолжительности жизни в испании она сейчас составляет по моему 83 6 в среднем после японии это первая страна говорят к 2040 году испания станет страной лидером по долгожительству как ты считаешь в чем секрет долгожительства ну честно я не углу не углублялся в этот вопрос но мне кажется это из-за того что они не парятся просто немного работают любят отдыхать а медики просто не мешает этому процессу или я думаю медиков не так много чтобы они подпортили статистику и как готовиться к самому экзамену мир теоретически можно подготовиться но этот только теоретически можно подготовиться самому и просто приехать по туристической визе и сдать экзамен но это Это практически нереально, потому что все испанцы учатся в академиях, некоторые испанцы с пятого курса учатся в академиях, про которые я говорил, в специальной академии для подготовки. И я очень рекомендую готовиться именно в них, потому что экзамен очень специфический. То есть, во-первых, в экзамене нет определенного списка тем, там могут спросить вопрос по биологии с первого курса, а потом какие-нибудь последние методы хирургического лечения колоректального рака или что-нибудь такое. Поэтому, но есть одна особенность, то, что есть определенные концепты в этом экзамене, определенные темы, которые спрашивают чаще. Сам ты этого никак не узнаешь. И задача академии – это именно направить на изучение вот этих основных концептов. И тоже есть определенные моменты, когда в этом экзамене нужно запомнить, что это лечится, например, лечится так, в реальной жизни схема немножко другая. Поэтому нужно готовиться именно целенаправленно к этому экзамену в этих академиях. А при твоем обучении ты столкнулся с какими-то проблемами? Ну вот, единственная проблема, с которой я столкнулся, как только начал учиться, это огромный поток информации на испанском языке. В принципе, медицинский, испанский не такой трудный, потому что у нас то же самое все с латыни. Но когда преподаватель из Андалусии с их акцентом, и когда он очень быстро говорит, воспринимать трудновато. И больше всего это чувствуется в статистике, потому что, вот это тоже одна трудность, у нас в университетах практически не изучается медицинская статистика. А в экзамене МИР это один из самых важных предметов. Нужно прямо разбираться в статистике, а на испанском, когда ты вообще не касался и университета, это немножко трудно. Давай подведем небольшой итог, как все-таки подготовиться к экзамену с точки зрения документов, куда обращаться, как записаться, вот какие шаги нужно пройти? Ну, на самом деле, если ты учишься в Академии, то Академия тебе помогает с этими документами. Но самое главное, что нужно отметить, то что для записи на экзамен МИР нужен диплом ДЭЛИ-Ц1. Нужен диплом Ц1, сертификат точнее, подтвержденный, то есть амалогированный диплом. И оплата пошлина около 30 евро. Запись происходит на экзамен в сентябре. Это тоже важно знать, чтобы понимать сроки омлагации, успеешь ты или нет. Потому что подается в сентябре, сам экзамен в феврале. После подачи, это тоже очень такой важный момент, он нигде не прописан, и немногие о нем знают. Ты подаешь документы в сентябре, примерно через, не знаю, 2-3 недели они их проверяют и говорят, какого документа не хватает. И тебе дается, например, срок месяц, чтобы донести этот документ. И, например, амалогированный диплом. На момент самой первой подачи у тебя диплома нет, но он у тебя появился вот в этом окошке, когда они тебя попросили его принести. И здесь очень важно, чтобы дата амалогации диплома была раньше твоей самой первой заявки. То есть, если она позже, но ты его все-таки принес, то это уже не считается. Нужно отметить этот момент, потому что много времени можно потратить. Да, так можно запутаться и не распланировать правильное время. Друзья, я думаю, что мы ответили на основные вопросы. Я уже предварительно поговорила с Петром. Если у вас будут вопросы, мы сделаем видео, например, 10 часто задаваемых вопросов о мире или о работе медика, врача в Испании. И обязательно запишем новое видео. Поэтому будем ждать ваши вопросы в комментариях. Подписывайтесь на аккаунт Петра в Инстаграм. Очень полезный, интересный, просто супер. Я сама подписана, читаю, хоть я не медик, но мне интересна структура, подача материала. Основная вообще суть того, что я делаю, я туда выкладываю вопросы из мира, какие-то основные концепты, чтобы самому запоминать. Но это все начиналось так. И параллельно мне как-то начали писать люди. Сначала я это на своей личной страничке делал, потом мне посоветовали лучше отдельно завести. Начала много писать, спрашивать, но я решила сделать. Давайте вот сейчас потихонечку. Супер, но все же пользуясь в мир. Друзья, подписывайтесь, но и про нас не забудьте, у нас тоже много пользы. Ссылки на наши аккаунты также оставлю в описании к этому видео. До встречи в новых видео, пишите ваши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова